Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, друзья мои, это действительно так Вторая отборочная программа Сегодняшнего нашего цикла Он называется у нас Дары Сибирских лесов Посвящен ягоде Сегодня наши конкурсантки Будут все делать из той самой ягоды Которую мне удалось купить в супермаркете Ни в каком лесу Или, может быть, у бабушек Итак, зато девчонки готовят из этого Встречайте, Светлана Ушакова номер первый Готовит блистательно Из любой ягоды Здравствуйте, меня зовут Ушакова Светлана Сегодня у меня отличное настроение И я пришла победить Юлия Коваль Здравствуйте, меня зовут Юлия Коваль И я пришла на эту передачу Со своим рецептом За победой Номер третий Марина Филатова Здравствуйте, меня зовут Филатова Марина Я пришла с настроением просто супер Желаю всем удачи, особенно себе Девушки, посмотрите, все ли для того, чтобы вы свои рецепты воплотили, готово и находятся на столах Да За исключением фламбе все Да Запретили поджигать студию, но вроде говорят, что это к лучшему, останемся живы В таком случае два слова о рецепте, который ты будешь готовить В двух словах, чтобы зрители представляли, чем их сегодня Сегодня я приготовлю десерт из ягод на скорую руку Для этого мне понадобится сливочное масло, сахар, шоколад, мука Для начинки, для крема мне понадобится сметана и сахар, а также ягоды Мало того, скажу, что в студии находятся специально обученные дети, которым посвящаются этот рецепт Они, похоже, будут самыми благодарными вкушателями этого блюда Аплодисменты, друзья мои, номер третий Так, кроме сыра и воды, рассказывай сама, что будет Рецепт необыкновеннейший, называется «Реальный завтрак для виртуального мужчины» И это будут блинчики, которые уже здесь Также нам понадобится смородина черная, малина, мята, тростниковый сахар, сахарная пудра Сливки 38% жирности и плюс творожок альметы Так, понятно, слушай, но это завтрак, то есть блинчики подаются отдельно, это не пирог слоеный? Нет, нет, блинчики это все будет красиво Так, хорошо И вкусно, надеюсь Встречайте аплодисментами номер второй И я просто не представляю, что это может быть Заинтригован основательно Хорошо Рассказывай Сегодня я буду готовить ягодный салат и десерт Для этого мне понадобится мороженое, ягодное ассорти, оливковое масло, винный уксус, клубничный мусс, листья салата и черный молотый перец и миндальные лепестки А перец тебе зачем? В ягоду не нужен перец Это попробовать потом Вот попробуйте и умрете от зависти Аплодисменты Светлане, я думаю, что этот рецепт тоже может воплотиться на ваших глазах в лучшие блюда, которые мы здесь попробуем Хорошо На счет три начинаем, напомню лишь одно Первый, кто закончит, поднимает руку и говорит Я свой рецепт закончила И получает балл за скорость Девочки, все поняли? На счет три они начинают, давайте вместе посчитаем Раз Два Три Отлично Хотелось бы узнать, где сковородка Я, между тем, знакомлю вас с членами нашего жюри, потому что без них, собственно, не получится ничего Это те люди, которые решают судьбу наших сегодняшних блюд в прямом смысле То есть кому понравится что, они за то и проголосуют, таким образом мы будем знать, чье блюдо самое вкусное Итак, главный врач клиники восстановительной медицины Альбина Никитина Для меня еще и к тому же человек, который идеально разбирается в том, как сделать ваше меню абсолютно безопасным и абсолютно питательным Ваш аплодисмент Номер второй Я просто специально над ним подшучиваю, потому что имею, надеюсь, на это право, потому что давно мы друг друга знаем Сотрудничаем очень давно И я этим сотрудничеством, вы знаете, доволен Человек абсолютно тонко разбирается во всем, что касается вкуса, тонкости приготовления, употребления Действующий шеф-повар Человек, одаренный в этой области абсолютно точно Мой давний знакомый и друг, повторюсь, Артем Бухановский Спасибо Спасибо Есть еще один человек в жюри Хочу обратить ваше внимание Это незаурядная личность У нас он отвечает не за полезность блюда, а за, я бы даже сказал, с большой буквы за пищевую безопасность нашу с вами Потому что, действительно, не всегда те продукты, которые мы считаем абсолютно здоровыми и полезными, являются таковыми И в этой действительности мы с вами живем, ничего тут не поделаешь Не все производители одинаково полезны Пищевые и прочее, прочее Но, в любом случае, этот человек сидит здесь абсолютно не случайно Яков Новоселов, ваши аплодисменты И он здесь с нами Мало того, у нас сегодня и зрители спортивные И могу сказать, что и жюри тоже спортивные Потому что Яков совсем недавно вернулся с соревнований российского масштаба Это российские соревнования по стрельбе Мало того, анонсирую происходящее в следующей программе Вполне может быть, что он принесет сюда то, из чего он стреляет Кто плохо приготовит А кто плохо приготовит, получит, соответственно, заряд Если успеет Почему ваш рецепт выбран Рецепт вашего конкурсанта Для всенародного, ну скажем так, обсуждения Чем рецепт круче всех остальных? Чей рецепт круче всех остальных? Хорошо? И напомню вам, что это бал Это первый бал, который может получить ваш конкурсант из ваших рук Напомню суть рецепта Значит, здесь у нас Ягодный салат Ягодный салат Клубничным муссом Что? Полит клубничным муссом Да, и есть еще мороженое с ягодной горкой Хорошо Здесь завтрак для виртуального мужчины Из рук женщины вполне нормально Виртуальный, не виртуальный Он основан на блинчиках, ягодах Сейчас мы растапливаем сахар Еще у нас есть сыр альметто На самом деле я заинтригован Вот рецептом номер два Неожиданно И я просто не знаю, чего ждать Рецепт номер три Это Десерт А, это десерт Да Фишка в том, что что-то будет запекаться Выпешать Уже печется Да ладно Да А, вот то, что ты смешала в этом Да, вот в блендере, да Мы уже печем А что там было? Там было? Там было сливочное масло, сахар, мука и тертый шоколад Блендер можно похитить Да, можно О, господи Слушайте, ну я прям не знаю Хорошо, давайте выслушаем группы поддержки И решим все-таки, кто из вас предоставил лучший рецепт Я думаю, что это Да, убедите нас, что это на самом деле круто Кто возьмется первым? У кого микрофончик? Здравствуйте, как вас зовут? Миша Матасикевич Я один раз вот попробовал Ты за кого болеешь? За кого пришел поболеть? За участника номер два Это Юлия Вот один раз был в гостях, попробовал Вот этот завтрак И даже сюда пришел, чтобы этот запах ощутить Потому что он настоящий мужчина Да, точно Вот супер просто Супер, отлично Хорошо Оригинальность в том, что этот вкус хочется повторить еще раз обязательно На мужчин действует волшебно Недаром этот рецепт адресован мужчинам Ну что ж, аплодисменты сорвал, молодец, у них Убедительно прозвучало И звук мужчины прям супер Кто следующий? Кто конкурирующие организации и группы? Кто? Все промолчали Хорошо, все, сворачиваем программу Никто больше ни за что не отвечает Я победила Да, ты победила Кто хорошо хвалит, тот много и обильно кушает Не стесняйтесь, друзья Следующая группа поддержки Чья? Ага, хорошо Наконец-то Здравствуйте Меня зовут Елена Очень приятно Мы болеем за участника под номером один Да Подруги или как? Родственники? Я сестра ее Да, круто Сестра пришла поболеть за тебя Старшая, младшая, средняя? Я старшая Старшая Ты старше ее? Да Так ты ее учила готовить? Все, что она пытается Ну если хорошо приготовить, значит я ее учила Вот такая всю жизнь у тебя хитрая сестра Да, да, да Ай-яй-яй Хорошо, в чем оригинальность рецепта? Ну, во-первых, это будет очень легкий салат, низкокалорийный Разумеется Безумно витаминный, потому что там смесь салата, ягод А перец, перец вроде должен поучаствовать А перец должен пикантность А он куда добавляется? В мороженое или куда? Или на салат прямо? Нет, он в салат добавляется Ну, десерт это как второе блюдо будет к салату Слушай, ты можешь сказать, что у тебя уже готово блюдо, что ли? Практически Практически, девочки Еще и быстрое блюдо Вы огорали Так, кто еще не... Ага, во, наконец-то решили высказаться Осмелели Здравствуйте Меня зовут Марина Так А мы болеем за участницу номер три Мою тезку Марину Так, тоже Марина, одни Мариной Да, так как мы с Мариной коллеги А чем занимаетесь, кстати? Бухгалтерамы Профессиональные Ну и мой бухгалтер Хорошо, так Да, еще отличные кулинары Так вот, Марина Практически каждое утро нас радует На работе завтраками вкусными Серьезно? То есть она приходит пораньше, чтобы приготовить вам завтрак? Конечно Прекрасный итог Бухгалтерия побеждает мир Ребята, давайте хотя бы за это поаплодируем Это уже круто Прийти на работу Покормить коллег И только потом сесть на рабочее место Супер В чем оригинальность рецепта? В шоколаде, безусловно Так вот, я немножко не договорила Я немножко не договорила Так вот, Марина нас радует практически каждый день Тортики, пироженки, печенье Все прочее Когда вчера Марина сказала, что она была приглашена на съемки программы И сказала, что у нее есть уникальный рецепт Я просто не смогла не прийти сегодня, не поболеть за ней И не попробовать эту вкуснятину А в чем уникальность рецепта? Я так и не услышал В чем он уникален? Уникальность? Может быть, своими ингредиентами? Еще аплодисменты И наши замечательные члены жюри Уже точно знают Первый балл мы дарим за оригинальность рецепта Артем, будь добр, оцени, пожалуйста Чей рецепт, по-твоему? Все-таки рецептура твоя стезя, твоя стихия Чей, по-твоему, самый оригинальный? Самый оригинальный Да вот я сейчас в раздумии между вторым и третьим конкурсантом Вообще, вот сейчас немножко отойдем Предисторию Да, просто немножко конкурсант номер один разочаровал Знаете, чем? Не улыбнулось тебе? Нет, просто все готовое Соус не готовили Если вот номер два готовит соус Почему соус? Я добавляла туда дополнительно? Как ты его готовил? Вот, ну я и говорю Просто взяли и просто выложили, все готово И облили, опять же, готовыми соусами Перец черный молотый, да, добавляли Это очень здорово, потому что с малиной сочетается Но только свежемолотый Потому что вот этот перец, он уже Так а есть реальная возможность свежемолотого? А уже добавили Мельничка Есть? Гад бен Обычный Вот, поэтому просто если подходить Я блинчики дома с утра стряпала сама Да ладно Нет, если идти и готовить, удивлять кого-то Постарайтесь сделать и соус И все-все-все приготовить максимально Даже мороженое можно было бы сделать Сказали бы Я бы и жидкий азот привез бы Сева мне сказал бы Что будете сами мороженое делать Да пожалуйста Все можно Только время, к сожалению, не позволяет А жидким азотом готовится одну минуту мороженое, грубо говоря Это пять секунд А как это? Ну готовится само мороженое натурально Взбивается молоко О, сливки И потом в жидкий азот Сахар добавляется Да, все То есть сахар, молоко, сливки Вообще-то это и есть мороженое Да, взбивается Потом наливается жидкий азот Все это размешивается И туда Все, нет, просто наливается в эту массу азот И перемешивается Все Мороженое готово Оно должно застыть просто А азот Жидкий азот, что-то я не знаю Его можно ожирать? А он же испаряется, Сев Он же испаряется Все, и так конкурсант под номером один Закончил приготовление С учетом того, что, конечно, все было Да, аплодисменты Это клубничный мусс Туда добавить оливковое масло Винный уксус И перец И щепоточку соли Так, берем в руки вот эту тарелочку Бери, бери прям вот так Да, вытягивай вот так Вот так Держи На лист салата выложить промытую и обсушенную ягоду Шоколадный сироп смешать с небольшим количеством винного уксуса Полить ягоду Выложить мороженое Украсить лепестками миндаля И подавать Второе блюдо Я тем временем заглядываю в сковороду Где у нас Что здесь происходит? Здесь мы работаем с черной смородиной Которая у нас уже, можно сказать, почти готова Для того, чтобы Кроме смородины Там еще карамелизированный сахар тростниковый Блинчики, ну ты сахар тростниковый Да, он более полезный Так, ну-ка Здесь мы взбиваем сливки 38% Просто отдельно сливки Добавляем, да, добавляем сюда творожок абсолютно без всяких вкусов сливочный И следом за ним мы добавим сахарную пудру У нас получится прекрасный вкусный крем Смотрите, уважаемые диетологи, сливки и сыр Ну, на завтрак мужчине можно позволить Он же потерял, наверное, силы свои Один раз, ага, да, за ночь, бедолага Так что пусть подкрепляется, правильно? Поэтому пожирнее, побольше прям всего ему туда Хорошо Ну, альмед-то я скажу, я вам не сильно жирный И слава богу, мужчина жив Тем более он А я хотел спросить у номера третьего А что вы еще будете делать? Я так понимаю, что-то... Все, я жду, у меня сейчас приготовятся буквально печеньки Да, печеньки приготовятся, я их накрашу, соединю и подам вам Отлично Тогда за оригинальность номер два Номер пятый! Самый оригинальный рецепт! Просто хотел еще добавить по поводу Есть десерт крембл называется Как раз таки с песочным печеньем Добавляется тимьян Выкладывается сначала ягода, потом печенье И это все запекается И пока печется, пары ягоды выходят И пропитывается немножко печенье Оно становится хрустящим сверху Чуть ниже, ну, оно просто приготовляется И это переворачивается, достается из формочки И получается ягода, вот она печеная Как раз таки с сахаром, со всеми делами И печенье А тимьян и перец черный, он пикантность добавляет Умно! Если было бы так, конечно, однозначно это было бы балл за оригинальность Хорошо, друзья, в любом случае примите к сведению тот рецепт, который нам Артем обрисовал Отлично, друзья Итак, счет пока у нас только самый начальный Единственный балл достался номеру второму за оригинальность рецепта А, пардон! И номеру первому за скорость Таким образом, один Так как фламбе нельзя делать, то мы просто добавим, чтобы коньячок Коньячина туда, конечно, да и все Сказочно вкусно Продолжу оглашать счет на данный момент Номер первый имеет один балл за скорость Номер второй за оригинальность рецепта один балл Номер третий пока без баллов Но между тем, я могу вам сказать, что рецепт очень оригинальный А сейчас, зрители, я задачу и вот чем У вас есть еще одна возможность добавить еще балл в актив вашего участника За которого вы болеете Простым способом, включив мозг, вы придумываете название Оригинальное название блюда, которое он готовит Оглашаете это название И жюри решает, кому достанется этот балл Только и все Еще надо было облить водкой или виски И поджечь Мороженое должно быть здесь хорошо замороженное Оно должно быть потаять Я так думаю, что достаточно будет у нас этого Так, это вот самая основа твоего рецепта? Получается, это уже завершающее То, что, чем мы будем сверху поливать Это цемент А, я думал, это цементирующая Цемент у нас это вот блинчики Но они, я думаю, что не цементные все же Хорошо А снова Здесь пока приготовления мы дожидаемся Да, мы ждем Тут пока еще ничего не происходит Все основное происходит вот здесь Да, 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 все основное там Точно Ну что ж, уважаемые диетологи Пробил ваш час Мы готовы поговорить о полезности или неполезности блюд, которые сегодня наши конкурсанты готовят из ягод Вообще, что опасна ли ягода? Нужна ли она нашему организму? И вообще, все, что касается ягодных блюд Я вам буду мешать Ничего страшного Нам помешать невозможно Мы хотим жрать Альбина Ягода действительно очень полезная Она очень помогает в диетологии И помогает нашему организму получить незаменимые витаминки, которые нам нужны Очень здорово, что она у нас начинает постепенно появляться Добавляться в наш рацион Появляться вот в мае одна ягодка, в июне другая, в июле третья И вот сейчас мы имеем практически на столах такой широкий набор ягод, который есть у каждого, наверное, в осенний период Слушай, у меня был вопрос Я слышал такую историю, такой тезис о том, что полезна ягода, которую сорвали из куста в течение часа Потом она начинает постепенно терять свои свойства? Я думаю, что это... А мороженое это вообще просто биомасса? Мороженое ягода имеет меньше полезных свойств Теряется много витамин при заморозке Поэтому вот есть способ глубокой, быстрой заморозки Он реально работает? Там больше сохраняется полезных веществ Шоковая, да? Шоковая Ну а если она полежала, скажем, какое-то время, то есть она также полезна? Она также полезна Да, вы что? То есть если вот структура ягодки сохранена, если она не размятая Хорошо, а какая ягода самая полезная? Наверное, глупый вопрос, но все-таки я его задам, любопытно Ну, наверное, если взять по витамину С Так Да, то самое-самое-самое Это, ну, пожалуй, вот самое многосодержащее витамина С Это либо крыжовник, либо смородина Да, ну в смородине здесь можно играть Либо она черная, либо она красная Да Как дилетант задам вопрос, который меня очень волнует и интересует А если из ягоды делать вино, витамина С там тоже сохраняется? Конечно, сохраняется, плюс еще добавляется витамина группы В при брожении Аааа, классно! Но при этом есть еще очень полезное качество у малины Она содержит в себе ацетилсалициловую кислоту Почему мы лечимся ей при простуде? Ааа, почему мы точно? Ага Поэтому вот здесь такое качество еще есть Здорово! А малина у нас сегодня есть в рецепте? Ну, как говорят, малиновое вино, оно немножко тяжеловато Для сердечников Я вот слышала Лечимся вином, да? Конечно Лечимся вином И смородиной И потом лечимся после лечения тоже вином Отлично! Лечится это вот после алкогольных всяких дел именно витамином С Почему и капустный сок здесь ложится Мы не выслушали еще одного уважаемого господина Яш Я еще подожду тогда Я уже не тороплюсь, за скорость я уже ничего не получу Поэтому мне в принципе все равно Пока оставить? Подожди, я, ага Вот опять же Однородная масса Сливки должны быть очень холодными За счет того, что у нас не получилось это сделать Получается жидковатый Вообще он должен Ну-ка, подожди, покажи консистенцию Консистенция должна быть более плотная За счет холода, что ли? За счет холода, да, взбивается лучше И плюс к этому, если бы мне не приходилось делать перерывы Все бы, наверное, получилось И я думаю, было бы правильнее взбивать венчиками, наверное, чем ножами Да, да Может быть и в этом все-таки причина Нет, да можно даже и теплое взбить А можно будут высказываться не те, кто уже говорил от групп поддержки А другие, свеженькие, так сказать Свежачок У кого микрофон? Берите смелее Здравствуйте, меня зовут Евгений Очень приятно, Евгений Поддерживаю, болею за Марину, участницу номер 3 Вы ей? Муж Вообще, я сладкое, как бы, ну, стараюсь не есть Да ладно Просто потому, что не люблю Да не нужен мужчина без сладкого, ты что? В детстве наелся, нет, сейчас не ем И, значит, хотелось бы предложить название этого десерта Ну, поскольку это полезный очень десерт, ну, на самом деле Я бы хотел предложить название оригинальное Витаминное настроение Витаминное настроение номер 3 Убедительно, да, пожалуйста, передавайте микрофончик Я хотела бы сказать только одно Вот эта полезность продуктов Участника номер 2, это Должен высказаться Я должен сказать, что Передаю ей привет И хотел бы, если бы был бы судьей Дать бы ей Засудил бы Аплодисменты Если был бы судьей До пяти с конфискацией Но я не судье Хорошо, а кто выскажется с рецептом? Засуди меня, наверное, называется блюдо Блюдо называется Реальный завтрак для виртуального любимого А почему виртуального-то, девчонки? Мне очень нравится Можно я поясню? Говори Все дело в том, что я девушка одинокая И пока вот завтраки реальные, а мужчины все еще виртуальны Вот в чем дело Где он, принц Виртуальный, елы-бал Вернись на такой хавчик Так сказать Да-да-да-да-да Хорошо, значит, реальный завтрак для виртуального мужчины Аплодисменты Подожди секунду И последняя там была Здравствуйте Мы болеем за участника Подождите секунду, вас зовут? Меня зовут Людмила Так Мы болеем за участника под номером один Так И мы решили, что у нас салат называется летняя свежесть Поскольку у нас все продукты готовы Это вот как раз И мы все свеженькие Тот вариант, когда вообще не хочется стоять на кухне Тем более летом Вот А десерт мы решили назвать вкусняшка Вкусняшка номер первый Девчонки Действительно не хочется стоять за плиту Ну в смысле вообще как бы на кухне находиться летом Поэтому я тоже готов отметить, что вот этот салат можно есть прямо с огорода А, он как бы без термической обработки Все витамины сохранены Берешь соусник, набираешь пол минуты ягод В ворот Упал на грядки и лежа там вот собираешь Подтягиваешься на очередной ягодой И заливаешься соусом Ну в принципе да Не расслабляйтесь, уважаемые судьи Потому что Еще раз обращу ваше внимание Название блюд Первая вкусняшка Второе Реальный завтрак для виртуального мужчины И третье Витаминное настроение Напрягайтесь, уважаемые судьи Аплодисменты за вам Здесь уже фактически готов десерт Слои есть? Подожди, дай я посмотрю Приготовить тесто смешав 100 грамм сметаны 2 столовые ложки сахара Стакан муки и тертый шоколад Выпечь его в духовке Приготовить крем из сметаны и сахара Смешав их по вкусу Приманку слоями выкладываем тестом Затем ягоды Орехи Заливаем кремом и подаем Аплодисменты! 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 Это абсолютно бессмысленный и бесполезный Прием пищи И беспощадный для организма Совершенно верно Единственное исключение Наверное Это как раз Которая вот сегодняшняя передача Это Обожаю Реплики Якова Вообще отлично Хорошо Наверное единственное исключение Из этого вот Совершенно вредного Никому не нужного Приема пищи Как десерт Это вот сегодняшняя передача Потому что ягоды Действительно Как коллега сказал Это очень полезно Флавоноиды Антиоксиданты Витамины Ну и так же Масса полезных веществ Флавоноиды Это что за Флавоноиды Ну это вещества Которые тоже нужны организму Не парьтесь Они нужны организму Помогают иммунной системе Обмену в целом Ну вообще хорошие вещества Флавоноиды Вот смотрите Вот Номер первый Да Шоколад Вот Номер третий Да шоколад Вот я Я ломаю Он ломается без устраста Это не шоколад Вред от которого Такой же как От злоупотребления алкоголем Злоупотребление Не употребление Ребята Злоупотребление алкоголем Слушай А что должно происходить Когда ломаешь плитку шоколада Он нужно ломаться с хрустом Ой слушай Ну я могу ее заморозить И она так сломается Нет 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 При комнатной температуре Потому что температура плавления Разная У кокосового масла И какао масла Здесь нет ценного масла Какао Девчонки и мальчишки Приходите в супермаркет И ломаем Сойдет На кассу Совершенно верно Чтобы купить одну шоколадку Стенд ломаете И все А печенье нужно прожигать Кстати Да Если печенье продолжает гореть Значит там антиокислители И консерванты Если мы подожжем Вон то печенье Вот у нас есть Нет 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 Это натуральное печенье Потому что мы видели Как его готовят Блин а так вы подожгли Хорошо Все таки можно было Да Печенье тоже Участник номер два Ну во первых Конечно вот Зачем то Я понимаю зачем Пожарили ягоду Здесь вопрос в том Что Я сейчас смотри Я еще и поснимаю Сверху Что тут творится Конечно В этой части ягоды Которую пожарили Убиты Практически все полезные Вещества Само собой Биомасса Да У нас еще свежая ягода Да еще с коньяком Нет ну коньяк Это не так страшно Как пожаренная ягода Мужчина говорит Так вот плюс Вот ту сахарную пудру Которую использовали Я посмотрел Да На ее упаковку Скорее всего Это аспартам То есть это заменитель сахара Который в организме Распадает с образованием Очень токсичных фенолов Фактически канцерогенов Нужно натурально Вот сахар тростниковый Правильно А сахарная пудра Фабричная Не правильно Ну вот сахар тростниковый Я принесла с собой Да Ну он же пережарился Да А сахарную пудру Купил опять сева А это все сева А кто еще Конечно А я где бы купил другую Скажите мне Сахар тростниковый Может быть покрашенный Ну да На самом деле Сейчас очень мало Где можно найти Натуральный тростниковый Моя знаю одно место Все таки знаешь Да Нет ты должна пробовать Сахар был твой Я ничего не знаю Хорошо Пудру будем вместе искать Ну и наконец Участник номер один Ну что Фактически сорвали с грядки С куста ягод Или там с грядки Не важно Выложили на тарелку И ее можно есть Конечно я Ну это очень просто Это не оригинально Как уже отмечал коллега Да Артем Но зато это наиболее натурально И полезно Поэтому Конечно Получает участник Под номером один За пользу Спасибо Вот так вот друзья Пользом Кстати Получил бы балл Участник номер три Если бы Было одно блюдо Участника номер один Участника номер один Одно блюдо с мороженым Это категорически Сразу же Даже в руки брать вредно Потому что это не мороженое Слышите? Вот то что там положено Это не мороженое Мороженое так не может таять Вот рецепт настоящего мороженого Рассказал Артем Совершенно верно Сливки и сахар Ничего более А вот то что там Вместо мороженого Это не мороженое Та же самая смесь Правильного кокосового масла Мороженое так таять не может Нормально А как ты Как должно таять мороженое? Обычное молочное мороженое Оно растекается Когда таят Ну немножко пенистое А этот комок держится А это просто полностью держит форму И получается фактически Какой-то мусс какой-то Не мороженое Поэтому это не мороженое Но есть ведь еще Замечательные тарелки Где вот этой гадости Нет И поэтому Ну вот вторая тарелка Правильная Гадость не ешьте Да Смотрю Продолжает формироваться Наш виртуальный завтрак Я напомню Что мы сегодня с вами Отмечаем ягодное настроение Большим скоплением народа И приготовлением ягодных блюд И у нас было творческое задание С которым замечательно На мой взгляд Справились Группы поддержки Резюме жюри По оригинальности названия Это блюдо номер 3 Отлично И название Витаминное настроение Настроение Все правильно Итак могу вам сказать счет Номер первый у нас лидирует Это два балла Один из них за скорость Второй за пользу Номер второй пока один балл За оригинальность рецепта Номер третий Балл за лучшее название Но поверьте Это еще ни о чем не говорит Потому что впереди самое важное А именно проба блюда Этим будут заниматься не только Жюри Члены жюри Но и наши гости И тогда мы Так ты что тут совсем запомирала Может быть побыстрее? Все 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 практически Нужно все чинно благородно делать Чин и благородство Скажется на твоем виртуальном мужчине Если он конечно станет материальным Он сдохнет с голоду Бери в руки тарелочку Испечь блины Приготовить крем из сливок Сахара и сыра Как следует взбив их в блендере На сухую сковороду Насыпать сахар Растопить его Добавить смородину Упарить до размягчения ягоды Добавить немного сиропа И влить коньяк Выложенные блинчики Промазать кремом Добавить смородину Украсить свежей малиной И листьями мяты И подавать Супер Аплодисменты, друзья Наконец-то Мы сейчас что-то попробуем В любом случае Это было как минимум интересно Ну что ж Уважаемые конкурсантки Берите зачетное блюдо Ставьте на стол жюри А мы поржем В смысле мы порадуемся Итак, прошу Под наши аплодисменты Берем блюдо На стол жюри Соответственно своим номерам Соответственно номерам Субтитры подогнал «Симон» Мне вот больше всего Понравилось Блюдо участника номер один Так это то, что там Ягода вот эта И еще понравился Вот этот крем Который самый А показывает на мороженое Между прочим Родители Обратите внимание Да, мороженое точно Сделайте заметку Понятные аплодисменты Аплодисменты Номер первый получил у нас При зрительской симпатии По крайней мере от одной Группы поддержки Продолжаем Здравствуйте Меня зовут Анастасия Так Наша группа поддержки Мы бореем за номер один Наше мнение Общее Мы за Номер три Высказываемся Ну на наш взгляд Блинчики получились Для мужчин Действительно Возможно Это сытный завтрак Будет Но для нас Немножко Тяжеловато Сладко То есть вы не мужчины точно Мы точно не мужчины Третий номер Очень легкий Смесь ягод И придает Некоторую пикантность Иногда попадающие Вот эти печенья Хруст Ну то есть За оригинальность И за легкую свежесть Мы за третий номер Отлично Аплодисменты Третий номер Получает Зрительскую симпатию Решитесь Группа поддержки Объясняю Вы высказываетесь Не бойтесь высказываться Буду Буду Меня зовут Марина Да ладно Серьезно Добрый день Ну если честно А я экстрасенс Так Вы коллеги Вы работаете В сфере финансов Что-то такое Бухгалтерия наверное Да Не может быть Как вы догадались Она кормит вас завтрак Нет не так все Я не отгадала Так и было Если честно Конечно мне Маринин десерт Понравился очень Вот легкость Ягод Сочетание крема И вот эти вот печеньки Очень пикантно Замечательно Да Но судя по тому Как мой сынок Уплетает блинчики Наверное Отдать ему Предпочтение Номер 2 Вполне реально Немер 2 Молодец Номер 2 Да Ну что ж Отголосили Проголосовали Теперь Решим судьбу Выхода в финал Одна из вас Попадает в финал С помощью Рецепторов Расположенных на языках Наших групп Поддержки Ну что я хочу сказать Участник под номером 1 Ну ягоды Ягоды с куста Полезно Да Ну не из кого особого вкуса Здесь конечно Лечим Ужас Участник номер 2 Вредно Да невозможно Что и с блинами Но зато вкусно И сытно Для мужчин Для меня например Лично Участник номер 3 Прекрасно Очень вкусно Такой нежный Легкий вкус Но я все таки Как мужчина Я за сытность Поэтому Поэтому Вредный Но вкусный Номер 2 Отлично Вот что значит Компромисс Профессии И Вкус Ага Я наверное Тут сыграл в минус Название блюда Может быть В моем случае Да Но я за блюдо Номер 3 Оригинальное Очень Вот хрустяшка Хрустяшка Самого печенья Она выигрывает Мы все разные Кто-то любит хрустеть Кто-то любит пить Кто-то любит там Еще что-то Ну вот В моем случае Это сыграло Да Печенье с ягодой Вот с таким прекрасным Кремом Кремом Очень волшебно Поэтому Это номер 3 Номер 3 Секунду Номер 2 2 балла Номер 1 2 балла Номер 3 У всех По 2 балла Сейчас Наконец-то Ситуация Замечательная Когда В руках Своим решением Артем Решит В общем Судьбу Наконец-таки Дали возможность Наконец-то Я не голосю Ладно Ну Давайте Начнем Пройдись по всем С точки зрения Давай Поварского Морисовства Никакой А я по-другому Не умею говорить Теетологию Не говорил Что касается Блюда Номер 1 Соус Достаточно вкусный Можно доработать Понятно Вы не профессионал Это все ясно Побольше зелени И поменьше кислых ягод Как черная смородина Она отбивает вкус всего Потому что Ну Очень много кислоты Побольше зелени Доработать соус Вот И вперед И в меню Да Как Яков сказал Ощущение Как будто ягода с куста И все Вот Блюдо номер 2 Слушай подожди Там был перец Там был лист салата Ничего не сыграло Вообще Ботва Вот перец не сыграл Потому что перец был Не из мельницы Он не был аромата Ну я его не почувствовал Ну я тоже Вот А зелени малые Я говорю Просто Ну я ел Фрукты с хорошим соусом Все Ну в смысле ягоды Ягоды Все понятно Да А что касается номер 2 Ну мы уже поняли Что должен быть Какой крем Что он пышный Вот А немножко поменьше Блина Нет не блина А смородины Ее сделать как соус Не так сильно выпаривать И сделать как соус Чтобы она Ну она тоже очень кисленькая И оттеняет все остальные вкусы И крем вот этот Он потерялся Он же сырный Он должен быть Более плотный За счет того что А соус более жидкий Вот И что касается Блюда номер 3 Побольше Вот Слоя печенья И убрать Кислую ягоду Смородину Потому что Она опять Так же Вот Все убивает Очень много кислоты Здесь должны быть Очень нежные Ровные вкусы Потому что Крем Ну а что ты Попорции Какие ягоды Думаю вообще Пропорции Нет не пропорции А вообще Ну потому что она попадается И кислота сразу Убрать черную смородину Добавить клубнику Ну здесь красная была смородина И черная тоже Ну да И значит убрать смородину Добавить клубнику Чернику Такие более С нежными вкусами Ну понятно Тогда будет вот Отлично Подручные рецепты В основном В принципе все вкусно Но вот Думал 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 Вот И И придумал А дам наверное Блюду номер 2 Оно просто вот более Ну по мне Просто было Чтоб ты Молодец Рос Долго И так Номер 2 Уверенна Победа На 1 балл Опередила своих Конкурсант Своих Соперниц И вышла Финал Ребята Ну что ж Счет Номер 1 2 балла Номер 2 3 балла Номер 3 2 балла Таким образом Увидим тебя в финале Большое тебе спасибо Отдай Отдай микрофон У тебя Прикличный микрофон Вот так вот А я все твое пытаюсь забрать Это неспроста Говори Если будет мясо У меня такой рецепт есть Хорошо В следующий раз будет мясо Безумно Безумно рада Как замечательно Наконец-то Может быть у меня появится Реальный мужчина Который Западет на мои блинчики Всем большое спасибо Буду тренироваться делать соус Дома целая кастрюля стоит Этого прекрасного Сырного Плотного Замечательного Совершенно не расстроилась Что проиграла Накормила своих любимых Новые знакомые Настроение супер Мне не удалось победить Но я получила море положительных эмоций В коем веке наелся ягоды до отвала Чувствую себя очень энергично и бодро Так что кушайте побольше ягоды Это наверное помогает Ну что ж девочки Давайте вот такие штучки вам раздадим Одну бери Одну бери Нижнюю Ага Под аплодисменты Чтобы в вашей жизни Состоялся еще хотя бы один пикник Пикник у нас есть Друзья Все это велось к чему Посмотрите как богато Сибирь Не только купить Но и собрать И вырастить можно То чем мы сегодня питались Виноград растет у нас даже В Сибири Замечательный Поэтому питайтесь вместе с нами Программа есть идея Всегда научит хорошему И вскоре увидимся Пока Спасибо Мой талисман Браво Субтитры сделал DimaTorzok